всем огромный привет дорогие друзья сегодня я буду делать комплект украшений колье и серьги кому интересно оставайтесь на канале итак для этого украшения нам понадобится бусины 8 миллиметров ссылку если найду я оставлю на эти бусины покупала в интернет-магазине коби вот и еще понадобятся любые кристаллы вот у меня вот эти размером 3 на 4 можно взять наверное 3 миллиметра и 4 миллиметра любые мелкие бусины у меня была вот такая возможность сочетать розовые с розовым смотрите точно такие же кристаллы мне есть розовые они бы сюда как бы подошли один в один но мне показалось это скучным я взяла вот такие контрастные оттенки тоже можете экспериментировать мне кажется должно получиться интересно дальше очень много фурнитуры здесь понадобится нам нужны пины длина пинов зависит от размера ваших бусин я вот взяла для колье более длинные пины для сережек они понадобятся более короткие вот и еще нам нужны швензы вот такие швензы для сережек я взяла ну застежка для колье удлинитель вот у меня еще нужны будут кримпы колечки скуфейки ну кто как оформлять будет ювелирный тросик буду я все нанизывать на вот такой тросик вот итак поехали еще забыла сказать что нам понадобятся всякие инструменты но для начала я хочу оформить один конец ювелирного тросика как это делаю я нанизываю один кримп кримпы такие обжимные бусинки они бывают разных тоже размеров надели кримп надеваю скуфейку вот эти скуфейки тоже бывают разные они в разные стороны как бы открываются мне нравится вот эта форма она мне кажется более надежная и удобная там есть вот отверстие кто не знает вот так вот входим ювелирным тросиком так теперь одеваем сюда еще один кримп ну я во всяком случае делаю так хотела показать более подробно вот значит кримп скуфейка и кримп и вот эту скуфейку которую нас после кримп после скуфейки нужно раздавить вот так вот раздавливается дальше обратно уходим через отверстие скуфейки и через вот этот кримп но этого как бы не все делают но я все-таки делаю так и обратно так через этот кримп проходим концом вот что у нас тут получается вот здесь у нас один кримп раздавленный прошли через второй кримп вот два конца хорошенько натянули сюда вот посадили раздавленный кримп и сейчас нужно закрыть скуфейку вот вот так вот она закрывается но надо ее как бы вот вот так закрыли подвинули вот этот кримп прям до упора и тоже надо раздавить вот в идеале вот этот кримп закрыть крышечкой для кримпа сейчас у меня под рукой нет тогда будет более аккуратно смотреться вот так мы подготовили один конец сейчас будем работать с бусинами так бусины вот эти эти так что мы делаем берем пин сначала я одевала кристалл потом одевала вот одну розовую бусинку вот так потом сгибаем под корень ну это уж кто как делает надо это аккуратно сделать дальше отрезаем ненужный хвостик ну кто сколько оставляет опять же здесь если оставить сантиметр как обычно делают мне кажется получится такой ну колечко такое большое что мне не очень нравится я оставлю где-то 7 миллиметров потом здесь нам нужно образовать петельку так у меня вот эти пины очень жесткие я даже не знаю откуда они у меня наверное они старенькие потому что в последнее время сколько я не покупаю они все очень мягкие вот эти прям супер пупер жесткие это с одной стороны хорошо с другой стороны в общем здесь нужно образовать очень красивое колечко вот таких деталей нужно образовать много я их уже наделала кучу смотрите-ка вот они у меня как бы готовы сколько их нужно это опять же зависит от вашей длины но вот их я наделала вот столько я сейчас начну собирать и заодно посмотрю сколько мне нужно так я даже еще не отрезала тросик сейчас я измерю примерно вот оставлю 60 сантиметров у меня как раз бумага а4 здесь лежит очень удобно измерять вот я сделаю колье размером 40 наверно сантиметров значит свободный конец начинаю вот таким образом нанизывать вот это опять же ваша фантазия как вы хотите вот но смотрите принцип у меня будет вот такой сейчас немножко надену вам покажу вам наверное так видно да как бы один раппорт как я буду это нанизывать я вот так буду это нанизывать до 1 раппорт и не достает кристалла 1 вот так выглядит один раппорт он у меня будет повторяться смотрите вот так сейчас соберу и вам покажу ну вот я набрала нужную длину посмотрите еще раз какой у меня тут раппорт но большая бусина кристалл подвеска кристалл и большая бусина вот так идет у меня чередование и когда вы будете оформлять второй конец положите так в форме как бы колье овала если вы в длину вот это натяните ну может быть не очень красиво это ляжет поэтому надо вот форме колье сначала положить потом только оформить вот этот конец его оформляем точно так же как начало значит сначала надеваем кримп потом скуфейку так мне это не очень удобно так что ты вообще не вижу вот потом скуфейку потом еще один кримп так я его потерял порядок точно такой же просто этот конец сложнее потому что его надо вот сюда еще спрятать значит уходим обратно так скуфейку через кримп через бусины проносим вот этот конец прежде чем зажать через несколько бусинок где-то сантиметра 3 можно 4 пронести я сейчас плохо вижу тянем время да вот так вот протащили но это нужно делать инструментами короче говоря так надо протянуть вы меня поняли наверное сейчас закончу но потом оформляем вот эти концы одеваем замок очень просто одеваем кольцо у меня карабин кольца всегда открываем вот в эту сторону кто не знает вот так нужно открывать кольца одеваем вот в эту ушко у скуфейки есть ушко ну кто-то эти элементы называет как же еще колоды что ли что-то такое название тоже я слышала вот так вот вот но в идеале конечно вот этот крым нужно закрыть крышечкой чтобы он не цеплялся вот такое колье у нас получилось вот я такое удлинение сделала так и в дополнение к нему хочу выполнить сережки один элемент я сделала вот такие элементы нужно будет сделать нам значит вот крутим таким образом кристаллы для этого я беру пин который покороче вот эти короткие они у меня совсем гибкие одеваем тоже я сначала сгибаю кто-то это делает потом чуть-чуть я убираю лишний хвостик чтобы много раз не накручивать хотя можно докрутить ну и крутим можно несколько раз это тоже зависит от вот я накрутила 8 штук на одну серьгу так теперь беру пин по длиннее надеваю один кристалл вот смешают теперь одеваем вот эти накрученные элементы сюда прямо по очереди я делала 8 штук вместе с вот этим элементом получилось 9 так вот просто одеваем и потом в конце я надела одну бусину нет потом еще один кристалл оказывается одну большую бусину один кристалл будет такой элемент вот и сейчас тоже делаем здесь петлю из оставшегося вот этого кусочка проволокой пина поэтому размер пина сами смотрите чтобы у вас достаточно было в общем этого размера чтобы закрутить это надо очень аккуратно не спеша сделать петельку потом остается нам их посадить швензы как я испугалась думала свинзы не открывается кажется открывается бывают такие швензы которые могут вас порадовать вот швензы тоже открываем вот так так где фокус люди вот одеваем вот и закрываю аккуратненько вот такие сережки получаются вот такая сборка она быстрая и легкая и могу найти так замаскировали что ну вот и все наша работа готова такие симпатичные сережки получились красивая правда вот такие серьги и такое вот колье у нас сегодня получилось такой нежный интересный комплект мне кажется если вам тоже кажется ставьте лайк вот такая у меня сегодня работа ну все девочки я с вами прощаюсь всем желаю удачных работ и до следующего видео пока пока